но день победы для вас как дань уважения к тем погибшим в той жесточайшей войне согласен помним скорбим а то что сейчас в украине вот это вся мракобесие по поводу этого дня это разве нормально в чем ты видишь мракобесие ну мракобесие то что 9 мая не 9 мая а главное восьмое мая что это не день победы а день скорби мая 8 мая день примирения скажем тогда и памяти у кого 5 мая это дань уважения к тем погибшим той страшной войне ну вы же взрослый человек вы же что 9 мая взрослый человек я взрослый человек я не понимаю как можно устраивать праздник на костях на могилах это вот вам взяли последнее время да вот это вот ерунду в тюхали до этого значит выросли пионером были там и так дальше и так дальше это самое и вы прекрасно шли как куда-то на парад и понимали что это праздник а вдруг потом вспомнили про какие-то кости и любыми средствами силами старался избежать чего этой демонстрации этого парада ну да хорошо и это могу понять подождите за себя хорошо ладно пускай так вы понимаете что 9 мая это тот день о котором мечтали все все буквально все чтобы война закончилась и вот она закончилась вот подписали капитуляцию тому подобное так дальше неважно когда бы ее подписали это конец войне как это не праздник я не понимаю ну вот так не праздник для вас нельзя танцевать нельзя танцевать на костях на каких еще костях а вы когда-нибудь а вы взрослый человек вы же взрослый человек наверняка еще видели черно-белые телевизоры до при при вас были черно-белой наверняка я часто видели кинохроники которые показывают как идут поезда как все с цветами как все поют танцуют и отмечаю потому что наконец-то кончилась это ужасная война неужели вам это ни о чем не говорит а когда прошел первый парад скажем послевоенный и что году сорок пятом в июне и что а вы вы про 9 мая что ли да если вы хотите сказать о том что 9 мая не был выходным днем ну не было и что погоди а почему ты умалчиваешь этот факт что до шестьдесят пятого или шестьдесят шестого до шестьдесят пятого года этот день не был выходным днем я был обычным рабочим да никто не вспоминал врете вы о нем вспоминали все кому и для чего понадобилось это сделать праздником смысле это сделали выходным днем это самое ну да потому что это старели ветераны чего не так не вспоминали об этом дне был обычным простым рабочим днем и что его не вспоминали вы хотите сказать выучи скажите я не знаю может вы их жизни никогда ничего не добивались может вы никогда в соревнованиях никакого не участвовали еще чего-нибудь по было множество коллег которые в течение 20 лет они были выселены на 100 километров от больших городов пока пока погибли эти которые видели все ужасы этой войны и парады эти празднества не проводили может из-за этого не проводили это все да а вот мой моего старший мой дядя вообще в курсе что такое провести парад ты слышишь о чем я тебе говорю не лезь не перебивая тебя слушал ну давай я не послушаю мой мой дядя родной мой дядя старший брат моего отца и что эту войну попал уже в сорок четвертом году германию и был награжден орденом красной звезды знаешь значение этого ордена уточнить 18 летним пацаном так и вот в школе а мне вот в школе рассказывали как доблестно как там это все побеждали и громили и убивали и рушили кого этих нацистов фашистов рассказывали какая доблестная была это война как героически они там не погибая это все и вот когда я пацаном с этой школьной мифа мифологии этой спрашивал у своего дяди как же он доблестно ну орден красной звезды это ж почти герой советского союза тогда да значение этого ордена когда его у него спрашивал за войну как он доблестно он пулеметчиком был как он доблестно косил это этих фашистов знаешь он сразу менялся в лице бледнел и говорил мне не надо война это страшно и никогда не рассказывал о войне и тогда я пацаном будучи когда 9 мая после работы хорошо ну если попадал там этот день на воскресенье собирались эти ветераны они не говорили о войне а я там где-то за кустами за этом слушать что же они будут раска как же они там героически сражались они не говорили о войне ты понимаешь они молча наливали брали бутылку водки молча наливали не чокаясь выпивали и говорили о своих там бытовых делах а когда уже расходились после 3 поговорим все об этом расходились каждый поворачивался так оглядываясь крестился и говорил господи чтобы никогда это снова не повторюсь ну и чё не так то все так только вот у нас до последнего дня и сейчас у нас говорят никогда снова а у вас на этой площади мертвецов в москве что что и тише детишек которые еще пару слов сказать колясочки везут в виде танка и написано на берлин да и которые не имеют никакого отношения а можем повторить что повторить я согласен с вами можем повторить это одно надо писать надо писать нужно повторить 27 миллионов своих граждан и чужих нужно повторить правда нужно повторить чтобы вот так как вы не мог повторить уничтожить уничтожить 27 миллионов своих граждан ради чего ради кого быть напал да где фашистская германия в 1941 году а чё а чё скачете про сейчас да тоже напал а кто украина напал да вы врете а каким образом нет и зашли проводить свои военные учения видите ли они заблудились донецкой луганскую область мой господи боже мой старый человек а ума не нажил практически этот мариуполь 20 24 за месяц 24 скажем не вас жалко то тюрли стерли за это время как так получилось что вы взрослый человек поверили в фашизм а который уже изъяли из перечня городов все однощебень да этот бахмут сейчас продолжают повторять одесса никола да любой город возни в украине вот пришли повторять или освобожди освободитель да да придумали вот это слово дельно цификация которого ты объяснить не сможешь что это такое да почему от нацизма надо освободить вас геноцид тех братьев славян одного народа которым так все распинались и говорили да а что ж наш что ж ваш один народ как вы говорите кричал москаляку нагеляку и все такое сначала разберись кто такой москаль кто такой московицы они говорили не напали говорите это самое нового на на нас напали присоединили 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 самая донецкую и луганскую республику к советской к россии присоединили они вошли в состав абсолютно пофигу что вы не согласились я же вас слушал и вы их начали обстреливать это вы начали войну это вы начали войну если бы вы вы не продолжали обстреливать ничего может быть и не было пока не даже не зашли туда их там нет и который ну да понятно и пульло их там нет а потом да не заблудили ну чё хочу сказать 9 мая вы не празднуете если вы 9 мая не празднуете вы не то чтобы поддонок вы конченый понимаете и слава богу и правильно что пацаны пацаны пришли к вам они надеюсь вам напомнят и в конце концов вот когда в украине начнут праздновать 9 мая 9 мая тогда это все и закончится вот господи боже мой старый но дебильный мне как так получилось а ведь жил в советском союзе очень ходил в наши же школы учился праздновал 9 мая да этот человек даже праздновал 1 мая 7 ноября и так дальше должен помнить вдруг его блин нафиг переклинило его научили ненавидеть все свое это свое в ненавидеть все но и чего ты бухтишь ты думаешь я тебя кто-то слышит я тебе подобрал звук ужас какой какой ужас прыгай дальше идиот тут мать вишневского точно не поможет на народ это просто вообще бесполезно как как черта мать вишневского это электричество надо лечить причем сразу 380 и все в голову подымать подавать я-то думал как-то обойдемся знаете намажем как всегда мази вишневского кастрюльку наденем там то все рассосется не это уже не рассосется не вот это вот лозунг можем повторить на четко заменить на нужно повторить и все правильно там пацаны делают блин жалко конечно пацанов тоже жалко просто из-за вот этих вот ушлепка вы представляете если бы вот это все пришло к нам в россию это был бы вообще просто дикий ужас мы бы уже здесь друг друга поубивали бы все это все привело к такому сумасшедшему хаосу всем понимание спасибо за внимание все кто поддерживает мой канал вам огромнейшее человеческое спасибо ну и напишите комментарии пока пока